Хай-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Парада, это Age of Magic, и пришло время наконец-таки нам посетить событие, которое называется Потерянные свитки. Уж больно давно не было новых роликов на канале, давно не было Age of Magic, вы скучали, вы получаете. Всё как всегда. Ну что ж, первая миссия была пройдена, она была тестовая, но это всё позади. И впереди нас ждут хардкорные, но стоящие того миссии. Давайте соберём нам компанию, Чубадзе. Так, кого мы возьмём? Обязательно возьмём нашего, забыл как зовут, Танде, Тенте, или что-то в этом духе. Короче, Аса берём, берём Танка обязательно, Хила берём. Так, хил есть. И, кстати, я не знаю, по-моему, этот хил будет поярче, несмотря на то, что демонов у нас всё-таки нет. Ну и, я не знаю, брать двух хилеров стоит или нет. Давайте потестим, давайте посмотрим, как будет смотреться Чубадзе с двумя хилерами, одним танком и Танеда Ассасином. Поехали. Итак, ребят, в игре много новых событий, которые, конечно же, я хочу освещать. И я приношу свои извинения за то, что давно не было видеороликов. В скором времени вы всё узнаете. Ну а сейчас смотрим. Я, кстати, забыл включить звук. Как всегда, пропускаем картинку. Мы это всё не смотрим. Так, Чубадзе, мы знаем, что он у нас делает. Так, кого мы выносим первым? Вижу Ассасина тоже, поэтому надо бы побыть... Всё, я его не успею снести. Хотя, если честно, очень сильно надеялся на то, что я всё-таки смогу вынести его гораздо раньше. Но теперь он у нас недоступен. Пробиваем. Используем ульту. Убиваем. Немного подхелем. Ну, совсем вот малость. И... Выносим следующего бойца. Довольно жирные стаки. Я уже теряю Тонеду. И, если честно, я... Что-то не очень этому рад. Ничего себе! Мне-то стоило всего-то применить один навык, чтобы пройти миссию. Вот тебе и Чуб. Пожалуйста, вот тебе и Кабася. Мне кажется, тут можно спокойно было перепройти на три звезды. Более чем... Давайте я включу сейчас звук, потому что без звука всё-таки не сильно комфортабельно играть. Немного я отвык, ребят, на самом-то деле. Давно не записывал ролики, поэтому несколько видеороликов я втянусь. И здесь мы уже видим, что у нас ожидают бойцы 70-го левела. Но в нашем отраде появляется Сунь Укун, о котором мы, кстати, тоже поговорим в отдельном видеоролике. Это крутейший герой, который идёт в паре с Чубадзе. И это новые герои, осколки которых мы можем получить именно в этом событии. Поэтому, если у вас ещё его нету, то стоит поднапрячься. О, однопрячься. Так, наносит большое повреждение всем врагам. Шанс общественности процесса замедляет любого. Ну, давай. Кстати, там было написано большое количество повреждений. Но я, может быть, не эксперт. Я не вижу просто реально большого дамага. Вы уж меня, конечно, простите. Но я почти его потерял. А нормального дэмэджа я так и не увидел. Ну всё, что ли? Серьёзно? Как? Как мне играть, если я умираю? Это неадекватно. Всё, смотри. Я теряю бойцов. Я разве что сделал что-то не так. Я что-то не пойму. Да нет, это должно проходиться. Стоп, 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 стоп. Явно что-то сделал не так. За Суникуна играю впервые. Поэтому здесь надо немного, мне кажется, разобраться. Пошли ещё раз. Благо энергии у меня более чем достаточно. Поэтому мы можем учиться на своих ошибках. Давайте посмотрим. Он начинает с мелких. Смотри, ульта-то летит у него. Дай боже. Ну то есть вы видели, да? Он только что ультанул. И ультанул он великолепно просто. Вот, пожалуйста, три звезды. Я не пойму, как я умудрился проиграть, если здесь Суникуну не снесли даже половины хп. Хотя мы должны были его потерять по факту. Очень странно. Серьёзно. Я где-то допустил очень большую ошибку. Но какую именно, нужно разбираться в этом. Так, здесь я собираю стандартный слот воинов. Так, 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 так. Белару берём. И, кажется, двух хилеров ставлю. Мне с двумя хилерами вроде как комфортно играть. Не знаю, возможно, стоит всё-таки убирать одного хила и брать ещё одного воина. Так, хорошо. Пропускаем заставку. Это вы всё можете сами прекрасно посмотреть. Ну, как я понимаю, здесь у нас довольно слабые войска, поэтому сильно мне напрягаться не стоит. Но всё же играть аккуратнее нужно. Потому что я... Ну, не хочу я проиграть. Так, немножко отхилим. Всё, минус Тонеда. И я опять умудряюсь лажать. Что не так? Почему мои войска умирают? Это вы. Двадцатые уровни воинов. И я делаю... Ну, каждый шаг, каждый ход умирает минус один герой. То есть, изначально я допускаю всё-таки какую-то ошибку. Вот только что я допустил реально конкретную ошибку, в которую я пока что не могу разобраться. Хорошо. Так. Поехали. Пробуем ещё раз, друзья. Дальше, брат, давай уйдём отсюда. Здесь всё-таки злые, особенно с женщинами. Ты опять о своём. Я поклялся учителю, что вернул к родине святок. Хорошо. Здесь всё-таки ничего толкового нам не сказали. Давайте использовать фейерверки, которые всё-таки должны нам помогать. Потому что, мне кажется, без них чё-то дело особо не пойдёт. Не хочу никого терять. Он уклоняется. Так, кидаем щит на Белару. Я думаю, можно подхилить. Ну, я получаю дамаг, конечно же. Он уклоняется, и я теряю Тонеду. Что с ними не так? Действительно. Ну, это просто очень жёстко. И я каким-то образом умудряюсь по-жёсткому терять каждый свой ход кого-то. Боже, что с игрой не так? Вы мне объясните или нет? Какого хрена каждый ход? Меня просто лютейшим образом дамажит. Змейные путы. Нельзя лечить или воскрешать союзников. А также они теряют по 20% от максимального запаса здоровья каждый свой ход. Так, нужно стоять с помощью синих фейерверков. Твою же мать. Мне просто нужно каждый раз пускать свои фейерверки синие. Боже, какой же я кретин. Вот что было, понимаете? Я же вижу, что какой-то деф стоит. Что есть в чём-то проблема. Вот она, ребятки. Вот. Всё. Нужно было просто внимательно прочесть. Понимаете? Когда ты просто взял, прочёл, всё становится на свои места. Наконец-то я могу всё это дерьмо пройти. Поехали. Отлично. Каждый ход я должен пускать змеиные путы. Иначе шансов выжить у меня просто нет. Вот так вот. Тут вроде сейчас не дамажит. Правильно? Хорошо, обновили. На нахер. Пошли вы в жопу, в вылётки. А я думаю, что за нахрен? Да не могут же 20-е левела настолько сильно дэмэджа кидать. А я дохну и дохну. Не, ну вы же видели, правильно? Я реально умирал. Каждый свой ход я умирал. А сейчас просто на изи. Как вы видите. Ничего сложного. Благо у меня этих фейерверков накопилось более чем достаточно, скажем так. Хорошо. Раунд 2. Поехали. Я не буду рисковать, поэтому я лучше каждый ход себе спокойненько буду эти конченые фейерверки использовать. И дай боже, всё-таки это воздастся, как говорится. Давай, птичек пущу я, пожалуй, чтобы меня не сильно убивало. Так, Тонеда бьёт очень слабо. Я не знаю. Я не понимаю эту игру. Вот в данный момент я эту игру просто не понимаю. Потому что это событие мне даётся, как вы видите, очень тяжело. Я пытаюсь дамажить, но дамаг особо сильно не проходит. И я не знаю почему. Я не могу сказать, что меня это огорчает, потому что это именно так. И в итоге прохожу прохождение одной миссии. У меня заняло полролика. Ну как это так? Ну явно неадекватно. Вот я сейчас просрал чела, который я должен был просто выносить. Я его просто взял и просрал. Нужно срочно снести её. Так. И надо, по-моему, заняться всё-таки хилером. Совсем... Вот, я сейчас не кинул фейерверк. Меня задамажило, я заметил. Причём задамажило очень больно. Так, Тонеду сейчас опять могу потерять. И всё, почисту своей оконченной глупостью. Вот сейчас ещё и промахиваться мы начнём. Конечно, зачем попадать? Кто-нибудь слышал что-то о попадении? Не, зачем, не надо. Э, для слабаков. Минус Тонеда. Конечно, какие три звезды? Вы чего? Это ж всего-навсего 20-й левелавой. Фух, клёвое дело. Шо эти 20-е левелава? Боже мой. А ну что, с горем пополам мы прошли эту миссию. Она-то всего заняла у нас минут 6-7 прохождения. Это было весьма несложно. Просто нужно использовать конченые синие фейерверки. Ребят, будьте внимательны в каждой миссии и всё будет окей. Хорошо, у нас пятая миссия. Голова номер 5. Бойтесь своих желаний. Так, довольно много войск нас ожидает. Три отряда под 30-му уровню. Ассасин, маг и Белара. Хорошо, нужно запомнить и знать, на кого обращать внимание. Хорошо, пожалуй, вот так вот мы возьмём. Поехали. Всё-таки. Мне хиллер демонский нравится больше, хотя и толку с него особо нет. Так, заговорённые щиты, броня и магические сопротивления всех. Противник увеличен на 10 тысяч. Эффект можно снять с помощью красных фейерверков. Вроде бы вот это, блядь, красный. Я так как дальтоник, то мне это сложно даётся. Но вроде бы да. Давайте посмотрим. Да вроде бы, ну слушай, он вроде бы как и задамажился. Я, конечно, не особо эксперт, но вроде мы его бьём. Так, шо это у меня за херня? Иллюзия бессмертия. Останавливает 100% здоровья союзниками. Гарантирует оживля... Ааа, вот оно чё. Так, оживляет саграпцитов двух. Попавших под действие особо лишается. Так, хорошо, понял. Всё, бьём. Пока мне это не нужно. Отлично, мы вынесли одного. Дальше можно обратно кидать фейерверки. Там у них всё обновилось. Ну, конечно же, кого я ещё могу потерять, если не Тонеда? Правильно, ребятки. Правильно. Всегда теряем Тонеда. А он у меня, типа, самый левый. Поэтому чё тут уж париться, да? Давайте попробуем. Отлично. Слушай, да мне даже удаётся поднять Тонеда обратно. И он даже может привезти какую-никакую, но, блядь, пользу. Поэтому радуемся. Не нарадуемся. Теряет вражеский отряд второго юнита. Ну, а мы обратно теряем Тонеда. Что из этого получится в конечном итоге? Ну, нам остаётся лишь немножко подождать, ребят. Я почти уже в принципе убил этих ублюдков. Осталось совсем немного юнитов. Но это только первый раунд. И учитывая то, что это первый раунд, я понимаю, что блядь, всё будет реально сложно. Даже не знаю, что ожидать дальше, но первый раунд почему-то даётся ну, крайне тяжело. Класс. Конечно. Ой, хорош крит зашёл. Слушайте, великолепнейший крит от Белары просто спасает всю эту диковинную ситуацию. Ну, давай. Да здравствует Танета! Танета вернулся в бой и готов надирать всем задец. Берсерки. Берсерков я боюсь, если честно, поэтому хочу первоначально наверное, сделать всё-таки упор на то, чтобы сука, надрать им жопу. Танета, прощай. Ребятки, давайте-ка посчитаем, сколько за это видео умер Танета. По-моему, это довольно сука, какого хера ты уклоняешься? Вот пёс, просто пёс, понимаете? Я ненавижу, когда они уклоняются от моих ударов. Я, блядь, зачем это делаю? Вы совсем черти что ли охренели? Я тут, значит, потею для ребят, стараюсь видеоролик нормальный записать, а он, сука, берёт и уклоняется. Ну, это же незаконно. Вот это ты посмотри на ёптвою мать. Это всё, я не знаю. У меня в такие моменты крайне быстро опускаются ручонки. Да, не нравятся мне такие моменты, поэтому я, как все, я люблю побеждать, что уж тут поделаешь. Действительно люблю победу. Накритецкий! Получи похлебальник и сдохни нахер. Пёс, мне надо, чтобы мой хиллер как-то всё-таки встал. Что-то мне подсказывает, что он довольно долго не проживёт, и благо я выбрал правильного хиллера на этот раунд, на эту главу, потому что он всё-таки воскрешает, и, ребят, он делает это, ну, как мне кажется, довольно-таки неплохо, при том, что он реально отхиливает половину войска. Ну, Танеда, не умирай! Зачем? Ты же только встал. Ёб твою мать. Ты понимаешь, я его только поднял, только привёл в порядок, он взял и сдох. Ну, что за человеческое? Так, хороший удар, довольно неплохой, мне нравится. Так, я думаю, можно завершать этот раунд, раунд третий, и здесь меня ожидают бойцы тридцатого уровня, и, я не знаю, у меня тут есть Ассасин, есть Белара, я думаю, надо, Сака Белара ещё и недоступна, да чтоб тебя драли волчьи гады. Всё, Ассасин просто с плюхи убивает одного из моих бойцов, я охренел от того, что он это сделал, я реально этого не ожидал, кто за хиллер, кто не хиллер-то, алё, фух, нормально, всё понятно, все недоступны, классно, понятно, всё, ну короче, я приплыл, я наигрался, походу, да, спорим, хиллер сдохни следующим, я даже, а, даже не так, да, вы шо творите, ах вы шо суки, боже, дайте ассина добить, твари вы, боже, вы посмотрите, чё творят, суки-то, это же просто писос, на нахер, всё, это, это просто жесть, это было нереально пройти, суслики, с моим уровнем, это было пройти, нереально, почему всё так сложно, потерянные свитки, такие потерянные свитки, что это просто хард, фух, ну что ж, я не знаю, друзья, ожидали ли вы моё возвращение, ну даже возвращение, чё-то я, блядь, слишком часто пропадаю, слишком часто возвращаюсь, не знаю, ожидали ли вы следующий ролик по Age of Magic именно таким, но получился он именно таким, понимаете, я надеюсь, вам это понравилось, не забудьте прожать лукас и оставить комментарий в описании, всем спасибо, пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok